С момента покупки Аганима, дальше он иллюзии не чувствует в принципе. Они появляются и пропадают, появляются и пропадают, а не как будто бы их и не было. Ну да он за один взмах просто сносит эти иллюзии, и они абсолютно бесполезными становятся. Да. Я не знаю, мне вот жутко не нравится, опять-таки, задумка рейв. Но может быть они тренировали исключительно этого Фантом Лансера? Ну, типа да, возможно они именно хотят реализовать какую-то свою домашнюю... Я... Они домашние, я тебе точно говорю. Я им хочу рассказать, всем хочу рассказать, что Фантом Лансер так себе герой по сравнению с Рикимару. Если ты берешь Фантом Лансера, то лучше бери Рикимару сразу. Давай, аргументируй. Нет смысла аргументировать. Ну, блин, Фантом Лансер с своими изменениями стал героем контактным. Просто контактный герой, он стал похож на Фантомку, на, собственно говоря, Рикимару. Ну, Рикимару... А в чем проблема его контактности? Ну, контактный, окей. Я к тому, что он ничем больше не интереснее, он раньше по-другому пикали, для других целей. Это был сплитпушер мерзкий хуже Наги, который вообще не дрался. Он был бесконтактный, он не хотел драться до 6 слотов и 20 тысяч там еще в кармане. И мог, главное, этого. И мог. А теперь он так не может, теперь ему надо драться. Поэтому, если ты хочешь брать контактного бойца, бери кто сильнее, есть герой сильнее. Рикимару. Дредд с тобой согласен. Дредд со мной согласен. А если... И Урса тоже неплохо. Скрытая камера там стоит. Скрытая камера у Рейвов, смотри. Она реально скрытая. Такие кружочки вот это, да. Такие такие видно, что... Да. Нормально, нормально. Ну, короче, фотомастер мне совсем не нравится. Как пик, но мы сейчас посмотрим. То есть, Рейвы знают, что будет дабла в миде, тени висп. Это значит, что они могут поставить даблу на легкую. И могут дальше что-то комбинировать. То есть, они могут брать лесника, например, чистого. Могут ставить даблу в мид. Могут ставить даблу в хард, например. То есть, игра даблами, игра через лес. Против тени виспа это все может срабатывать. То есть, можно взять какую-то дриаду Чена, Энигма. Они могут сейчас еще взять какого-то фирменного Феникса, например. Фирменного Феникса могут за это. Нет, так что... Ну, поглядим, короче. Пока еще варианта действительно слишком много. В принципе, висп тени как бы Америку не открывают. Ты не понимаешь, в чем команда может вообще играть. Они Америку не открывают, а они тебе лицо раскрывают. Они понятны, что Америку не открывают, а не будут закрывать Филиппины здесь. Все ясно. Блин, короче, сейчас надо удивлять. Сейчас надо брать, во-первых, надо брать бисмастера. Однозначно надо брать бисмастера. Если он... Нахер он нужен тут? Ну, куда? Виспас бревать. Просто быстро в него... Ну, хорошо. Вот это хорошо. Ну, такое себе. Но они взяли бисмастера, послушались. Другие парни взяли бисмастера. Собственно, бисмастер идеальный пик под виспастине. Он дает вижен. Вы всегда видите, где враги, куда можно прилететь. Бисмастер сам ходит, делает эти пик-оффы. А еще каппешится, может, на свою же птичку и помогать где-то там. Ну, в общем, да, и так можно делать. Ну, главное, что виспастине ходят где-то там. Бисмастер на другом конце карты. Все видит по птицами. Если что, станет любого героя, тогда пролетает виспастине и минус. Магнус обладает слишком большим колданом на ультимейт, чтобы являться контрой виспастине, на самом деле. Он не контритый, потому что, если он зафырит... Ульт как-то, или если за ульт не получится их сбрить, дальше он просто вот кусок... Большая корова с бивнем... Подожди, мамонт он. Мамонт. Большой слон. Волосатый. Носорог. Махнатый. Подожди, это не слон. Это носорог. Это носорог? Нет, носороги, они обычно такие жирные. А, подожди, у слона два бивня. А кто это тогда? Я говорю носорог. У него из носа растет рог. Носа? Рог. Все очень логично. В общем, смотри, этот мохнатый носорог. Просто носороги не бывают мохнатыми. Ну я знаю, но это же арктический носорог. Это арктический. Погоди, погоди, погоди. Слоны тоже не могли быть волосатыми, но были мамонты. Были мамонты. Вот. Это тоже... Так смотри, слоны волосатые, у них просто очень короткий волос. Так может носороги тоже волосатые? Может быть. Просто у них тоже короткий волос. Я просто никогда не видел носороги. Я лошадь, и пик Даззл является абсолютно непонятным. Вообще не ясно. Тьвак, Даззл в Фантом Лайдсер это просто невероятный дэмэдж. Это просто настолько жесткий дэмэдж. А, иллюзиями ты делаешь? Да, серьезно, это очень много дэмэджа. Ну, не, пикать таких двух героев ради того, чтобы донести вот этот дэмэдж пару раз за игру может быть где-то там. Если повезет. Если вдруг. Сейвить, сейвить, сейвить. Ты пока. Не, ну есть птини. Ну, немного не то. Имеется в виду, что все-таки Даззл берут, чтобы, может быть, сейвить какого-то такого сильного кэри, теоретически. Это все выход в лейд. Даззл это всегда выход в лейд. Знаешь, ты берешь, например, герокоптера, и ты знаешь, если игра затянется до 40-ой минуты, там, на плотном герокоптере ему дадут грейв, он нажимает БКБ сатаник, он делает пью-пью, фулл хп. А здесь ставят, что от кого и чего сейвить. Потому что он тоже соберет сатаник БКБ. Сдлансер, сатаник БКБ. Нет, БКБ лайнсера, и там клевый сатаник, и там не самый полезный. Ну, в общем, пока даже тоже не очень понятен. Ну, посмотрим, что сделают. Здесь они могут... Вот у них теперь линия такая, что они теоретически могут сами ей агрессировать, если захотят. Лайнсер, Видж, Доктор, Даззл. Но куда им агрессировать, если висптини в миде? В трипло и в мид прийти! Устала! А у нас мало не надо, я помню, я где-то наблюдал трипло в миде. Это был реально костер. Да, рейвы просто тогда сразу становятся просто львами и львиными турнирах, если не трипло ставят в миде. Но я думаю, что все-таки Магнус. В миде Магнус один из тех героев, которые переживают висптини, они его не убивают. Он от них может уехать, он достаточно жирный, прокаста не гибнет, может фармить этими волнами. Хотя я примерно то же самое говорил, когда Вич и Гейминг играли против Эмпайр в финале Венеров еще до 20 л. Там я говорю, ну, ДК в миде у Вич и против Эмпайр висптини, ДК не убить виспомстине, он достаточно жирный, может расплавливаться волной там. Но он офигел три раза за три минуты. Ну, это уже другая история, то, что он его офигел. Да, Дарксир. Ты уже последние пару дней проел мозг Дарксиром. Ты хороший герой. Кому проел мозг? Мне. Я что-то говорил. Ты много про него вспомнил. Короче, Дарксир с Экторин Кором. Кидает три щита, три щита. И они все лечат, в смысле он лечатся. По всей карте от людей, которые его три леча там. Это очень жестко, это нереально жестко. Ну, на самом деле, Дарксир плюс Тинни это комба, старая добрая, кто может вспомнит, старую добрую комбу Дарксир плюс Сверн, где Дарксир стагивает, а Сверн критует и все умирают. Или кидает молоток, что в толпу. Команда Нави очень хорошо помнит этого, и Фир, и Фир очень хорошо помнит. Здесь подобная ситуация, то есть здесь Дарксир стягивает, и Тинни, даже если он не засыпал, а просто сделал два удара туда. Это уже хватает. Это уже хватает, чтобы кто-то умер. А если крит вылетел, то хватает, чтобы все умерли. Да, туда же залетят и топоры, туда же залетит все остальное, и будет, собственно, бобльно. Очень бобльно. Да, ну что у нас получается? Получаются у нас последние баны минус Сапарешин и инвокер. Ира, и вам не хватает кого? Если Магнус у нас в миде, и, допустим, это будет обычный ПЛ в легкой, не хватает, да, у Фейнера они живут Бристалла Бэка. А, ну это Дазл Бристалл. Вот, это, возможно, в мид. Ну вот это уже на что-то похоже. Дазл Бристалл в миде против Испастине. Да, не будет так. Да не будет так. Да это норм, на самом деле. В легкую пойдет Дазл с Фантом Лансером. Не-не-не-не, смотри, ПЛ уходит в легкую, спокойно стоит там против Дарксира с Вичдоктором. Да-да, они его нормально бьют. Да, Магнус стоит себе в сложной, потому что Магнуса там тоже, ну, пока нечем убивать, в принципе. Так и будет, 100%. И Бристалл Бэкдалл, это хорошая мысль. Между прочим, они могут отобнить Испастине. Они сильнее, это много, чем Испастине, по факту. И если они побеждают Линио, то дальше может начаться Снежный Ком. Да, и Лина появляется. В принципе, ну, просто Лина. Это странный пик. Ну, типа Дазла убить можно быстро, допустим. Не, Лина нужна, опять же, под комбу с Дарксиром, можно станчик зарядить, просто спелл дэвидж, который никогда не вредит с бисмастером, кого-то убивать. Слушай, у Вичи сейчас есть определенного рода дилемма, они, может быть, не захотят идти в мид, а захотят пойти на легкую. Я бы на их месте подумал бы о таком раскладе. А в миде у кого, бисмастера? Ну, бисмастера терпеть просто. Да, да, да. Кстати, Супер берет бисмастера, и почему бы и нет? Бисмастер в миде с кабанами против Брисла с Дазлом. Да, он стоит. Если Брису стоит в соло, Дазла сможет уйти, но тут Раиф переиграет, тогда Вичи полностью еще на стадии до линий. И придется думать, Вичи, что делать с линиями. Но Вичи уже... Думают, как видно, пикают они долго. Реально раздумывали они, судя по всему, как им и что делать лучше, чтобы не прогадать. Ну и посмотрим, что в итоге получится. Да, но пока что мы видим у Раифов? У Раифов пока Бристалл убегает в сложную, но они, видимо, все решили устроить забег. Они забег делают, наверное. Хотя нет, ты знаешь, нет, нет, нет. Они просто идут дефолтными... Просто понимаешь, что Бристалл Бэк настолько жесткий, что у него два манго, просто два. О, два манго, ничего себе. А, кстати, прикинь, пять манго. Стартовый запак, пять манго. Все просто покупают по манго. А где не хватит, пускай? А, да, хватит. Не, ну я же говорю, все покупают по манго. Пулят просто. Пулят манго. Там же каждый дает плюс один. Нельзя так заполить, можно только завязать на тиммейты. Нельзя просто отдать манго. Блин, жаль. Черт. Черт, это как-то нечестно. ССС тоже несет манго. Оно ему там должно сейчас в курьерчике дойти, или это не ему манго, это ему, ему. А, нет, это Виспу манго. Это манго для Ивая, слушай. Ну, кстати, для Виспа манго это топовый архипакт, потому что он привязывается и начинает регенить очень серьезно друзей. Кстати, супер действительно в миде, и ВГ действительно боялись этой даблы, а в итоге, судя по всему, будет трипла в харде. Вообще. Может быть. Слушай, и у Хау-то все равно проблемы будут, если триплы стоять? Ну, слушай, у Хау могут быть проблемы даже против такой даблы, на самом деле. Ну, очень интересно. Но, если будет триплата, в таком случае проблемы начнутся сильные очень у Фантом-Мансера. Ой, Хау должен умирать, его забыть. Ахрично. Ахрично его убежи, его могли убить. Ахрично ломает просто деревья, и он выйдет, да. Так его могли убить, что они делают? Я тоже немного не понял. Может, он думал, что он его в стенку толкнет просто головой, что не уедет. Что он типа умрет от этого, да? Типа сотрясение мозга там, все дела. Ну, короче, Рейн забирает обе рунки. Да, рунки забирает. О, слушай, ребят, я извиняюсь, шерстистый носорог, вымершее млекопитающее семейство носороговых отряда непронокопытных. А теперь смотри, я провожу параллель. Давай. У него из носа растет рог, верно? То есть это носорог. Но он еще и мохнатый, то есть он шерстистый носорог. Все. У-у-у-у. Понимаешь, насколько логично? Тебе надо идти и учить биологию, вне биологии. Палеонтологию. В чем там учат? Биологию учат? В древних вроде палеонтология называется, кажется. Не, палеонтология это статки. Так, так, правильно. Уже более флайер, но встанчик хороший параллель. Не, ну здесь мы... Ой, хотя, слушай, ну на эмэсе. Не-не-не, он на эмэсе. Еще один. Да уйдет. Еще один. Да уйдет. Еще один. Его там тыкнули нормально. И до свидания райор. Кстати, да, райор тут умирает. Судя по всему, еще тычку фенрировал. Отвесит и г-ш-ш-ш-ка. Не, ну он делает типа правильно, но неправильно. Ну и я про вал. Перемудрил он что-то тут себя. И лучше бы они стояли в миде, как мы говорили. Было бы больше пользы. Они могли бы здесь овнить хотя бы без мастера. Хотя бы без мастера овнить. А пока, получается, что они пришли на эту даблут. Сейчас они тут начнут тотальный, глобальный всосыч. Ну, просто прикол в том, что как раз сейчас они еще немножко фиданули триплу. И по итогу трипла, которая должна получать опыта меньше, она получит его со старта там плюс-минус столько же. То есть и лвла появятся вторые, там у Лины, у Весповича. Ну, хотя у Веспа тоже там лвл не так сильно раляет. Блин, зачем он шел? Там и Дазл большие проблемы слева. Кажется, Дазл умрет и живет. Непонятно, живет, умрет. Грейв. Грейв на нем. Но все равно заплевали, хотя Тинни тоже умирает. Ахау переигрался тут, да. Ну, это два в один. Это очень неплохо в размер на одного Дазла. Это прям просто отлично. И, по-моему, все, что было потеряно, сейчас Райор отрабатывает. Безусловно. Безусловно, должен был он тут все поотрабатывать. Что это? Где? Магнуса. Я еще не видел. А, ну, это и Морталка из как раз таки Компендиума. К сожалению, я еще не видел это в игре, поэтому я немножко испугался. Это нормальная штука? Хотите себе такой же? Покупайте Компендиум, поднимайте производил фонд Интернешнл. А подожди, у Супера же нет Компендиума. А как у него против него играет? Он, наверное, тоже в шоке сейчас. У него же Компендиума нет, и он видит Магнуса против себя такого, и он такой щитает. Нет, да нормально, на самом деле, прикольно это там даже звук меняется. Нормальная штука, нормальная штука. Так, ну, слушай, а игра-то пока поначалу-то ровнехонькая такая выходит у нас. Но уже нет, по крайней мере, салата того, который был в прошлом. Салата нет, Есть более-менее равное. А если Сашин здорово себя чувствует на харде, вот это, возможно, будет проблема, этот Дарксир. Что с ним делать, если он будет там сейчас седьмого левела? С Экатеринкором? Ну, Экатеринкором, может быть, мы досмотрим. Хотелось бы увидеть Экатеринкор... А что, на какой минуте? Минуте на 12, если соберёт спокойно, потом Мидас и поехали, да? Ну, да, да. Хотелось бы увидеть нам Экатеринкоров в Дотке. Побольше. Побольше. Нужно много Экатеринкоров. Чтобы прочувствовать, так сказать, этот артефакт. Вообще, не все артефакты ещё из новой в Апачи. Так, кстати, тут остается проблема, но... Но он умер. Он, слушай... Не-не, тут все пока было. Да, он умер. Не, но он решил до конца подраться. Вот перемять, это не! Сгорел просто на работе. Мать честная, сколько там демеджеров? На три счета, ты прикинь? На три счета это много. Так, смотри, здесь райер заходит, но не. Не все ещё итемы из новой в Апачи начали собирать, не всему отдали, так сказать, должное. Тот же Lotus Orb. Вообще никто не делает. Он вообще топовый, на самом деле. А он интересный. Слушай, Lotus Orb я видел один раз, а я ни разу не видел... Блин, понимаешь, я даже забыл, как он называется. Тот, который плюс 120 даёт... Ээээ... Муншард. Муншард, да. Я ещё ни разу вообще не видел его собранным. Он для глубокого лейта. Я совсем глубокого. Он для глубокого лейта. Я всегда мечтаю, что Тинни выйдет, какой-то глубокий лейт, потому что лучший герой, чем Тинни, для Муншарда, по-моему, не придумать. Так, да. В принципе, так, Криси уворачивается неплохо. Так, что он делает? Он хочет руну. Вот эти люди, которые хотят умереть за руну, они прям... Ну, топит, и топит, и топит, супер, отлично, топит. Его именно сейчас сможет сейчас задуть. Ну, ну, ну... Наглость, жадность, Билла погубила. Да, да, да. На самом деле, я тоже немного не понимаю вот этих вот отчаянных... Да просто ты, герой тебе в лицо бьет, а ты такой, рунка, рунка, сейчас возьму, и то... Отожму. Отожму, да, и то не взял, и то забрали. Да, но зато и сейчас там Бристал Байт нормально стоит на линии, пока там ребята бегали. Бристал получает немножко пространства. Тут по-прежнему у нас Найс, Найс, Найс тусуется. Но он тут очень жестко себя ощущает. Айс, 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 конечно. Да, Дарк Сир, его приподняли чуть-чуть. Но он всегда был неплохим героем, особенно против дабл линий. Дабл линии ни одной вообще в доте ты, наверное, Дарк Сир не выгонишь. Он все равно будет там мерзостовать. Бегать, задалбывать, разбрасывать. Мерзкий Дарк Сир. Да. Да, Тинни, кстати, себе там Фейзы докупил только что. Ну, и на самом деле за 5 минут всего 750 голды. Преимущество у Вича Гейминг всего 400 эксп. На прошлой карте это уже было 5000, по-моему. Уже было ГГ. Да, поэтому пока здесь все достаточно ровно. И на самом деле... Так, здесь у Райера проблема. Он, конечно, под Греевом. Но почему Греев повесил на него очень рано. До сих пор живет. Слушай, спасают его здесь неплохо. Ну, хорошо, да, получается. Кас причем дальше идет в атаку. Он жесткий. Ну, он пока разминает Висповича. Так, но получается, что раз здесь Вич доктор, то его нет снизу. Там сейчас Айси Сейс просто разойдется. И бедный, бедный Джи Йо. Да, Джи Йо там и так не весело. Но хотя в этой игре комедит 27 на 1. То есть хороший Кривстат, в принципе, чувствуется намного лучше, чем это было на первой карте. Так что более-менее. Более-менее. Тут Арканчики подъехали к Магнусу. В теории он вообще сейчас мог прыгнуть и убить Супера. Прыгнуть? Ну, заехать и убить. Там мог рискнуть, но не хочет рисковать. Ну, то, о чем мы говорили. Айси Сейс выгнал просто отсюда Джи Йо вообще с линии. Говорит, пошел вон. Правильно? А что он тут стоит? Ну, пока он видит. Ну, сейчас он, кстати, не видит Вич доктора. Не видит Дазла. Поэтому надо быть поосторожнее. Может быть, Дазла еще на топе он видит. Но все равно это опасно. Так вот быковать Айси Сейсом в нижней линии. Вот он себе дальше режет. Там Джи Йо снизу. Айси Сейс. Айси Сейс. Да, тут нападает он жестко на Джи Йо. И будет дальше за ним гнаться. Ой, не промазан стяжечкой. Нету, кстати говоря, у него сейчас еще и ускорялки. Но уйдет. Ну, там, да, Дазла его не особо сильно ковыряет. Там в миде напали на Криси. Криси должен был нападать на девайки, как говорили. Но поэтому убили его. Ну, а это как всегда. Не нападаешь ты, нападает на тебя. И все. Мог он, мог он попробовать в один момент убить Супера сам. Вместо этого. Ну, кстати говоря, нету подсейва. Где же был Дазл? А, Дазл топался вниз спасать другого парня. Там все прочитали? Ну, в принципе, да, так и было. То есть, зная, что Дазл точно не будет, нападали уверенно. Так, ну то что, прибежал сюда Вич Доктор, что-то в мид. Ну, в БК все равно как-то более, что ли, поувереннее выглядят они по всей карте. Это разводят, что ли. Не, ну сейчас смотри, Магнус приходит в мидл, сейчас будут, скорее всего, нападать. Поехать же на... Да что это такое? Так нет, подмаледикт там вообще-то есть. Должен был заезжать, должен был заезжать. Ну, почему-то не хочет, терпит терпило, боится, что надо будет уезжать потом. Не, может быть, он думал, что дойдет пешком, даст РП, а потом уезжает на Тауэр. Да не, конечно, под кабаном ты прям дойдешь там пешком. Не вариант, на самом деле. Ты далеко не зайдешь. Ну, это, знаешь, это вот тот Магнус у нас как-то не так давно был, который за 22 минуты дал одно РП в крипа и игра закончил. У Раёра огромные проблемы, но до свидания. Нет, ты знаешь, у Мертвецов нет проблем, поэтому, понимаете, все нормально. Ну вот не хватает много что ли наглости или уверенности в себе или чего-то такого. Трайвам, кажется, все нормально, кажется, по линиям более-менее дела и там саппорты попередвигались. Ну, нифига не получается. На Тауэр трижды умирает. В этой игре по линиям норм, а дальше-то чё? То есть, кроме линий дальше есть перемещение по карте и все такое. В этом моменте Рэй вообще чувствует себя плохо. 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 Рэй теперь, когда вы видите, все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, именно Магнус ждет даггер и ты увидишь, он купит свой даггер и перед блинком ему этот даггер чем-то собьют и он встанет в землю и на этом ГГВП будет написано Ну это вот те самые Магнусы и Энигмы, знаешь такие, которых мы постоянно вспоминаем, там тот же Симба Флай, ну который с Фнатиков когда-то играл, моя любимая Энигма, которую можно просто нарезать, можно сделать нарезку, да, вот этих игр там, где кастуется один ульт за час, либо в молоко, даже допустим в пятерых там есть моменты, когда он в конце игры, в пятерых, а у него команды нет, и всем вообще пофиг, и всем уже реально... Не, ну погоди, люди-то аплодируют, говорят, вот это блэхоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Ааай. ЯКОРЬКОВ или ЯКОРЕЙНИЯ. Но ведь всем же стоит понимать, что Нарал на Джи Йо. Служа на Джи Йо есть здесь Хао, Джи Йо должен прыгнуть, Джи Йо прыгает в Доппельгангер и в виду он вас имел. Ну, пока имел, но его могут ещё гнать. Ему ещё субедут, кстати, да? Стопить, ещё один Доппельгангер и ещё один Доппельгангер через 15 секунд будет. Да, немного поздно. Бывает, бывает. Большой кулдан на Доппельгангера на самом деле, чтобы стал поиздабельнее ланзера, им нужно поднять как он же уменьшается надо снизить на первом уровне слишком большой дворец 5 секунд она только секунд не а сколько на четвертом левле у него кулдаун как раз секунд какая секунд 5 до чего-то типа того ой слушаю райора по-моему проблемы ты засловили райор пытается бежать там толщине потрачен уха вот он пост пост не больно тонному в лицо погибает от иллюзия на самом деле уже начинается тот самый салат про который мы говорили то есть в г в один прекрасный момент начинают ходить убивать по всей карте вот эти вот крики бристалл бой бристалл бэков без мастеров в рыбе спасти не все не мог ничего сделать они не понимают что с ними сейчас делают а у них магнус дагер фармит вот он стоит такой а у него молоток красивый а утов немного у рейфа левел компендиума самое главное что рейд даже если он купит этот блин там засосет хороший рп сделает то что дальше то нечего даже закинуть в рп ни одного ясно лагерь ни одного ясно разве что хилдаза вот как раз если много иллюзий там наплодиться можно можно что-то взорвать но не думаю что этого хватит вот он дагер смотри ну вот все 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 болея болея перерывая брата на так что он сделает виси но зачем с того что он должен начать что-то делать так он даже и мне на его месте можно быть в печали ты даже нет вот я не знаю что делать на его месте и не потому что я рак обдонный а потому что непонятно что делать например получить вич доктору левел 6 как тебе такая задумка да это визитного 6 а что магнусу делать ты мне помогаете вич доктору получить лову вот то есть он фармил блинк двадцать минут а теперь еще будет помогать вич доктор фамики выше можно пойти убить какого-нибудь упорно типа фенрира единственное вообще выход как бы куда можно применить в том что фенрио сейчас сам вот смотри вот сюда сейчас просто прыгаешь лук и райор по бояр как ему больно боже он еще в воздухе умер кажется да да он не всегда есть сердечный приступ когда падаешь с высоты нет это хорошо да когда ты умираешь не от удара в землю от сердечного приступа да 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 ну вот видишь скрытым парашютом да да вот здесь то тут точно самое точно тоже произошло так тени у нас блинком кстати а чё хорошего слышь мне кажется приступ очень больно а землю мне кажется это одна десятая секунды более ты даже не успешно почувствовать да я не знаю еще никто мне кажется не рассказывал как то сравнил уже никто не рассказывай еще один ну собственно а что сделать это да это вот самый случай когда он типа фармит 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 всю игру и тут правда игры не так много 13 но честно с него нет если бы на стороне был бы дарксир и он бы туда поставил стену и три человека с щитами бы подошло и вот так бы все бы сгорели там за секунду но нет у них дарксира у них вообще ничего нет у них нет ни одного языка 0 0 0 дазл ядослав вы меня пугаете тебе не понравилось слово 0 или интонация не просто интонация а манера подачи информации подачи нуля да была немного странной ноль можно подать разными способами я донес для тебя ноль с самым лучшим просто ноль обычно это типа как бы ну нейтральная нефия то есть ноль просто ноль а тут ноль вообще такой агрессивный ноль какой то получился сил не вообще да тут уже в принципе все понятно и 2 20 минут на игра у нас на подходе она подходит а если первая закончилась минут за 23 на то это может еще быстрее кончиться потому что висп стине они умеют ломать быстро лица и здания не все хорошо ломают ну вот мы видим уже 16 фраг на счету у команды вичи и выше правда пока еще мало очень упала но не кратерии с 32 нет некра 3 на 14 минуте цари там он летают у нас люди проехал а может имели я убить его убить так а если бы и увез но можно убить они вернутся я вернусь они слилова и убирать да они уют проблемы а это еще да айс суда иди не но он же ему в лицо он обидел бежать решал бы за ним кае проблема их в том что это товарища дарксира они все равно никак не убили он все равно бы убежал а то что бристалбека оттянули от этой локации это в результате вы грязи да это просто создали знаменитый да да не еще один фраг ну в рыбы не на ту команду попали первом раунде не на ту Нет, тут в принципе много команд, которые не те Которые не те, но в EG совсем не те, я тебе так точно говорю Нет, мне кажется, если бы вы попали, например, на злых гениев Которые три месяца не играли Месяц ровно Ну ладно Ну посмотрим еще Месяц ровно не играли EG в доту Посмотрим еще, как EG покажет себя Скоро, кстати, игра будет Через час, через час Она начнется совсем скоро И поглядим, что было бы с Rave, если вы не попали на злых гениев Ну, пожалуй, я думаю, что были команды Стричь, 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 сварит А все, типа, закрыл Она сейчас стоит у них 45 секунд 45 секунд, да? Юшерок пять секунд, да И все А что делать? Перепрыгивать не получится Да, да Боком обходить не получится Не, ну типа просто, опять же, отжали себе немножко места Ты вдумайся, тебя на твоей базе запирают А потом в конце на фонтан он также поставит Это значит, как в этом, в StarCraft были, как они назывались-то Которые в шилды ставили А, имба это срано В смысле имба Шилды такие ставили, где проходить нельзя Ты что, это просто рампу? Про протаса ты, Миша? Так их потом пофиксили вроде даже, по-моему Как-то, нет, да ничего там не фиксили Фиксили? Большие юниты Ну, они сначала были большие А, большие юниты или маленькие сентрики? Нет, сентрики, смотри, но пофиксили их следующим образом Тогда сделали так, что большие юниты могли топтать Переступать? А, не переступать, а топтать эти филды А, топтать? Да А большие юниты такие имморталы что ли? Нет, это колоссы, например Ну колоссы и так через них ходили В смысле? Колоссы ходили? Не, ну любые там какие-то там танки или ещё какая-то Там Торы, например, могли по ним просто ходить Я просто на Старкрафт забил это года два с половиной назад Так это и было года два с половиной назад или даже три с половиной назад Очень давно было Так, вот там Вижен мы видим, всё видят абсолютно Вичи Абсолютно всё, то есть просто всё Ну да, при том у них единственный несломный тавр именно там И там они всё видят, если что Нападать ему там будет очень удобно Ну а им даже оно не надо, но они точно пойдут его забирать? Китайцы они такие, они пока всё не заберут у тебя Но они не успокоятся Китайцы пока тебя не разделят до трусов просто, они не пойдут Поэтому Не, ну тут сейчас да, получается то, что ребята просто По той же схеме, что и в прошлой игре Абсолютно, да Причём они могут не спеша это сделать Ну правда всё Смотри, здесь большой голем ломает маленьких деток Вандал? А потом ещё меньше Смотри, смотри То есть это он убивает своих детей, потом своих внуков Так может быть он наказывает их, вот такие типа шлёпает Хорошо шлёпает Хорошо Такой дубинкой там Ну нет дубинки ещё Пока ещё нет дубинки Пока ещё нет дубинки Пока он только кирпичом об голову бьёт Более щадящий режим Ну судя по всему да Ну слушай, я смотрел, между прочим, какое-то шоу про виды оружия И там сказали, что бита Вот она по ДПСу, так скажем Обычно деревянная Она круче, чем Ну чем многое Чем вот всякие эти Райор погиб тут? Короче, из-за её велесины Как за актер, можно взять Донял Удобств Да, то есть по ДПСу бита одна из топовых Ну это я знаю, есть целая такая передача Да, да Ну типа Вот я, мне кажется Наука спорта Ой, что-то лагает Или мне показалось Да не, вроде И там показывают, с какой силой Типа бьёт бита там лучшего А я тоже досмотрел, кажется Да, да, да То есть, что если бы это был бы удар Наперед по голове человека То она бы улетела Вот так же, как мяч Где-то на этих 400 ярдов она бы улетела Вот Поэтому получается, что Огромная бита тиня Она покруче, чем даже кирпич Которым он бьёт до этого То есть, вообще всё продумано в игре Физика Идеальная физика Я тебя делаю фатай Пугно Череп Двигает бровями Как это возможно? Давай Давай В свой аргумент Богдина сосёт на 900 метров Как это возможно? Не, ну хорошо Взасасывает Так же, как и бровями Так же, как и бровями двигает, видимо Слушай, Некра просто 900 метров Чувак Юнитов Ну, считай как Я считаю, что это метры Так, тут упал Что-то странно было Упали бараки снизу Лучница Тракса Опа Один кил Вот Сейчас Хао ищет Хао Вот он Как Ганнибал Вектор Он Издевается? Да Не, ну там ГГ написали уже Так что всё Там тапки, тапки купила Ну слушай, не надо было написать на вам во время 3-2-2, конечно Так немножко момент испорчен Но 3-2-4 получилось Не то Не то Не то В общем Да, получилось как-то Скомканно 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 В смысле выглядели райвы скомканно Ну, начало скомканно Немножко не то Открытие турнира Которая Вот была бы сейчас прям Война вот эта В 90 минут Нагасик Таринкором